Время пребывания Время пребывания Семидесятых-восьмидесятых годов Двадцатого столетия По облику обычный город Относительно не старый Стены, увитые плющом Придают строениям особую прелесть Жаль, любоваться этим Зеленым украшением можно только летом В районе много зелени Всюду цветы в горшочках Деревья на улицах Жилые массивы разделены парками И скверами Вот памятник Шиллеру В одноименном парке А это современная скульптура В небольшом сквере При выборе средства передвижения Немцы руководствуются Духом рачительности И целесообразности На улицах редко встретишь Большие дорогие лимузины и джипы Топливо недешево И с парковкой проблемы Есть новенькие кары Но основную массу Составляют экономные малолитражки И очень популярны здесь велосипеды Это понятно Проезд в общественном транспорте Дорогой А тут сел и катайся сколько хочешь Благо рельеф равнинный Покручивай педали не спеша И для здоровья полезно В Вединге много мелких магазинчиков Принадлежат они в основном Иммигрантам с юга Цены в них могут быть чуть выше Чем в супермаркете Подозревают часть продуктов Продавцы там и берут Зато такие точки работают Практически в любое время И часто без выходных И днем нормально поесть Можно только у турков И заказать себе настоящий Фирменный дюнер кебаб Что совсем неплохо А вечером можно попить пивка В маленьких барах С утра и до после обеда Функционируют небольшие зеленые базары Где можно купить фрукты и овощи Подешевле Особенно если подгадать Поближе к закрытию Товар здесь в основном импортный Из Турции Арбузы к примеру Вполне себе настоящие Вкусные А черешня так просто объедение По выходным на площади Леопольд Плац И в районе станции метро Ослоер Работают блошиные рынки Они пользуются Определенной популярностью Здесь по дешевке Можно приобрести многое Вещи секонд-хенд Бэушную посуду Сувениры Устаревшие видеокамеры И фотоаппараты Сиди-диски И виниловые пластинки Почтовые марки И многое другое Торгуют здесь люди разные Для кого-то это заработок А кому-то занятие на старости лет Гуляем по улице Фохрерштрассе Это юг Вединга Портовый и торговый район Вестхафен Важный узел снабжения Берлина Немецкий кардиологический центр Крупнейший в Германии И, пожалуй, в Европе Сколько жизней здесь было спасено Старый дизель-агрегат Возле Берлинского университета Прикладных наук С его помощью Откачивали сточные воды Ну, хватит о Вединге Направляемся в центр столицы На метро едем на станцию Фридрихштрассе Расположенную на одноименной улице Одной из крупнейших в городе Это торговая зона Здесь находятся роскошные бутики Крупные шоппинг-центры И автосалоны Движемся от метро на юг На перекрестке Сворачиваем на улицу Унтер-Дер-Линден И следуем по ней на запад Улица Подлипами Пожалуй, главный туристический Бульвар города Тут есть что посмотреть Вот, к примеру, вход в музей восковых фигур Мадам Тюссо Здесь же располагаются Главные посольства Вход в посольство России Подходим к Брандензору Бургским воротам Долгие годы они разделяли Германию и Берлин На восток и запад А после 1989 года Стали воплощением Воссоединения страны Пройдя через ворота Пройдя через ворота на запад Справа можно увидеть Угол здания Рейхстага И здесь начинается Знаменитый лесопарк Тиргартен Со всяческими развлечениями Для туристов Перед Рейхстагом На большой зеленой лужайке Можно поваляться на травке И отдохнуть Здесь же рядом находится Бундестаг Комплекс правительственных зданий Вот это резиденция Канцлера Германии А это вид от Рейхстага На Бранденбургские ворота Мы садимся на туристический автобус Это удобно Он делает круг По историческому центру города В наушниках идет экскурсия На твоем языке А на остановках Можно выходить и осматриваться Первая остановка Центральный железнодорожный вокзал Берлина Здание из стекла и бетона Сутолока И атмосфера близости странствия А это виды на реку Шпрее Прогулочные теплоходы И городской пляж на берегу Купаться тут правда запрещено Но позагорать можно Едем дальше Демонстрация правых националистов Против эмиграции С этим в Германии большие проблемы Колонна Победы В центре парка Тиргартен На площади Звезды Это посольство Красный песчаник Посольство Индии Филармония Концертный зал Хаят Мы на улице Курфюрстендам Здесь когда-то была тропа По которой Курфюрсты ездили Верхом на охоту Потом по решению Бисмарка был построен Роскошный бульвар Где селились Миллионеры В 1931 году Тут произошел Первый еврейский погром Под руководством Геббельса Во вторую мировую войну Район был разрушен Бомбардировками союзников Целыми остались Лишь 43 дома Восстановление улицы Пришлось на период Холодной войны Когда Курфюрстендам Стал витриной Запада И символом Экономического чуда Сейчас это улица Шикарных магазинов Отелей и кафешек Любимая горожанами И гостями столицы Протестантская Мемориальная церковь Казера Вильгельма Была самой высокой Церковью Берлина Ее высота Составляла 113 метров Но в 1943 году Храм был разрушен В результате бомбежки И частично Восстановлен После войны Едем дальше Это сохраненный Фрагмент Берлинской стены За ней Располагается Центр Топография террора Музей Рассказывающий О зверствах Фашистского гестапо Мы опять попадаем На улицу Фридрихштрассе Теперь в ее Южную часть К месту Где проходила Граница Между западным И восточным Берлином Чекпоинт Чарли Фото советского Фото солдата Развернуто Лицом к западу На противоположной Стороне Такое же Фото солдата НАТО Здесь музей Рассказывающий О приграничных Инцидентах Танковом Противостоянии 1961 года И многочисленных Попытках Побегов Немцев На запад Над музеем Флаги держав Победительниц А выше Растяжка Флаг Украины С текстом Мы защищаем Европу Хотелось бы Знать Чем ее Заменят В будущем Как распорядиться История Следующая Остановка На маршруте Жандармский Рынок Площадь Которую Обрамляют Монументальные Здания Концертного Зала По центру Французского Собора Севера И немецкого Собора С юга В центре Скульптурная Композиция Памятник Шиллеру В этом Историческом Квартале В 17 веке Поселились Французские Гугеноты Которым Великий Курфюрст Фридрих Вильгельм Подздамский Гарантировал Религиозную Свободу И гражданские Права Своё Нынешнее Название Площадь Обрела В конце 18 века Благодаря Киросирскому Полку Жандармов Элитной Прусской Кавалерии Её Конюшни Появились Тут По приказу Короля Солдата Фридриха Вильгельма Первого Современный Облик Площадь Получила Позже При Фридрихе Втором Он Распорядился Снести Конюшни И построить Трёхэтажные Здания Архитектура Которых В дальнейшем Совершенствовалась Место Облюбовано Туристами На Жандармин Маркте Находится Большое Количество Ресторанов Магазинов И отелей Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На этом наш круг на автобусе завершился Мы опять оказались на перекрестке Фридрихстрассе и Унтер-Дерлинден И опять идем пешком по улице Подлипами Теперь на восток Университет имени Гумбольта Один из крупнейших в Европе Основан в 1809 году Кроме немцев здесь учатся студенты из более чем 100 стран Ноиевахе Главный мемориал жертвам войны и тирании в Германии Цех Гаусс Старый арсенал Ныне немецкий исторический музей Фасад здания Украшают статуи аллегории Символизирующие пиротехнику Арифметику, геометрию и механику Дворцовый мост Немецкое название «Шлоссбрюкер» Существовал здесь с 15 века По нему царские особы со сворами собак Направлялись на охоту в Тиргартен Каменный мост построили в начале 19 столетия По проекту архитектора Шинкеля Мост украшен монументальными фигурами На тему победы в освободительных войнах За мостом начинается музейный остров Расположившийся между каналом Купферграбен И основной ветвью реки Шпрее Тут целое созвездие знаменитых берлинских музеев В которых собраны археологические коллекции И уникальные произведения искусства Перечислять которые можно бесконечно Безусловно, Берлин по праву носит имя Культурной столицы Европы Наряду с Парижем и Лондоном Хождение по музеям Занятие утомительное После которого хочется где-нибудь присесть И попить знаменитого немецкого пивка И с этим проблем нет От дворцового моста улица меняет название Теперь это Карл-Липкнегстрассе Вот в этом сквере стоит памятник Марксу и Энгельсу Посмотрите, колени Маркса кто-то залил красной краской А ведь есть немало деятелей Отнюдь не последователи марксизма На совести которых как бы не больше Людской крови и слез Но их никто не шельмует Даже бывает премии мира вручают Восточной ГДРовской части столицы Старая и новая рядом Богатая историей Церковь Святой Марии И телебашня советских времен На площади возле телебашни расположен фонтан Нептун Один из самых старых и красивейших фонтанов города Он был сооружен в конце 19 века А бушующей и ревущей водной стихией Напоминают изваяние морских обитателей А по кромке фонтана расположились женские фигуры Олицетворяющие реки Германии Рейн, Вислу, Одер и Эльбу Тут же рядом вход в Церковь Святой Марии Мариенкирхе Самой старой из действующих церквей Берлина Первое упоминание о ней относится к 1293 году За века своего существования Церковь многократно перестраивалась И ее заполняли бесценные произведения искусства Любоваться которыми можно долго Поэтому, если запланируете поход сюда Запаситесь временем А пока полюбуйтесь тем, что мы сняли практически на бегу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще один чудесный способ отдохнуть после беготни по городу Сесть на прогулочный кораблик И прокатиться по Шпрее Такие суда это ресторанчики на воде Сидишь себе и любуешься Мороженое лопаешь или пивко попиваешь А мимо проплывают виды столицы Красота! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Это район по соседству с городской ратушей Возле церкви Святого Николая Он так и называется Квартал Николаев Тут пешеходная зона Рестораны, магазинчики И другие интересности Все для привлечения туристов Мы тут отдыхали Шатались по сувенирным лавкам И обедали во вкусном немецком ресторане Полюбуйтесь Тут очень симпатично Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну и все на этом про Берлин Простите за неполный охват материала И неизбежные неточности Невозможно за несколько дней Разглядеть и узнать Такой огромный город во всех подробностях Надеемся Когда-нибудь мы вновь сюда приедем И дополним материал А сейчас нам нужно двигаться дальше Нас ждет Северная Германия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова